Скажите, пожалуйста, может быть в этом проблема? Потому что сейчас, как говорят, есть такие разговоры, что грядут перемены. Министра будут свергать. Вы знаете, слухи такого рода ходят обо всех крупных государственных деятелях, начиная от Путина и кончая председателем ЖЭКа. Что будут свергать, что будут менять. Я думаю, что это все ерунда. Министр иностранных дел Лавров суперпрофессиональный человек. Так, кивание на так называемые ельцинские кадры, это просто смеху подобно. Тем же успехом можно вспоминать сейчас царя Алексея Михайловича Тишайшего. Ельцин уже полтора десятка лет у нас не является президентом. С тех пор там все кадры сменились по 15 раз, в том числе и Министерство иностранных дел. Но главное даже не это. А главное то, что МИД у нас не определяет политическую стратегию. Он технически ее реализует, а стратегия дипломатическая, внешнеполитическая вырабатывается в Кремле. За нее отвечает лично президент Российской Федерации. Поэтому, если какие-то переговоры не удаются, я думаю, что здесь вина не тех людей, которые ведут эти переговоры, вполне профессиональных людей, а здесь вина объективных обстоятельств, связанных с международной ситуацией или каких-то стратегических кремлевских ошибок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!